Как я говорил на прошлом блоке, с нижней панелью навигации можно использовать верхний топ-ап-бар, про который я вам очень много рассказал. Но тут сложность в том, что, например, когда вы делаете нижнюю навигацию, то она не зависит от контента, который будет на самом экране. Все равно эта панель навигации будет перекрывать контент. С этой верхней панелькой не так все просто, потому что она зависит от контента. А если контента будет слишком много, то этот топ-ап-бар будет сдвигаться. И поэтому нам нужно в этом случае применить линейный макет. Что такое линейный макет? У меня, если вы начали проходить этот курс, то были подготовительные видео, о которых я рассказывал про линейный макет. Но если вы не знаете, то я вам сейчас расскажу. Когда мы используем обычный ConstructLayout, то мы создаем координаты расположения элементов. Левый край по отношению к правому краю соседнего элемента. И вот так. А в линейном макете мы определяем, по вертикали или по горизонтали будут отображаться элементы. И какую долю экрана они будут занимать. Причем, если мы располагаем по вертикали, то есть вверху вниз, то в этом случае высота у каждого из этих элементов, которые располагаются на экране, должна быть MuchParent. То есть по родителям, в связи с родителем. И с помощью атрибута Weight мы задаем вес в цифрах. Чем больше цифра, тем меньше места занимает этот элемент. Чем меньше цифра, тем больше места занимает этот элемент. Например, у нас два элемента, а у одного будет вес один, а у другого 0,5. Исходя из этого, можно сказать, что тот элемент, который занимает место 0,5, у которого вес 0,5, будет занимать больше места, чем тот, у которого единица. И также по горизонтали. Только если мы располагаем по горизонтали, тогда ширина должна быть во весь элемент родителя. Во весь размер родителя. То есть MuchParents у него должно стоять в атрибуте. И чем Liner, вот этот Layout, компоновщик линейный, лучше, чем все остальные? Дело в том, что на Android существует много устройств. Если вы используете Constraint Layout, то не факт, что на всех устройствах будет выглядеть корректно. Может быть кнопка быть за пределами экрана. Если вы используете линейный MarketLiner Layout, то это 100% гарантия, что на всех устройствах будет выглядеть все отлично. Потому что здесь уже задается не в DP размеры, а тут задаются размеры в зависимости от экрана устройства, на котором просматривается приложение. Итак, что нам нужно сделать? Во-первых, нам нужно, мы разместим вот такой похожий, похожий TopoBar. Здесь будет меню навигационное, ее функционал мы сделаем на следующем блоке. Но мы должны разместить это меню. Будет название приложения. Например, мы будем для Barbershop Mr.John делать. То есть нижняя панелька остается с прошлого урока. Mr.John сделаем. И здесь будет у нас некое меню, допустим, настройки и юзер. То есть можно в аккаунт будет зайти. Давайте сейчас перейдем к приложению на прошлом уроке. Вот оно. Нам нужно, что сделать? Нам нужно, во-первых, найти, загрузить две кнопочки. Вернее, три кнопочки. Да, три кнопочки. Одна кнопочка будет. Ну, то есть иконка вот такая иконка. И две иконки, которые будут здесь. Давайте, мы поищем изображение. Для этого остановимся на папку Drawable. Правая кнопка мыши. New. И Drawable и Vector Asset. Здесь кликаем на иконку. Все то же самое, что вы уже знаете, как это делается. Значит, мы должны просто здесь ввести меню. И вот это меню. Выбираем. Ок. И здесь даем название меню. Все белого цвета. Next. Finish. Теперь еще раз. Drawable. New. Vector. Здесь нужно выбрать нам, например, Setting. Next. Назад вернее. Здесь Setting. Next. Next. И давайте User. New. Vector. Выбираем иконку. Давайте вот такую выберем. Ок. И User. Все. Next. Finish. Отлично. Теперь нужно нам... У нас есть папочка меню. Теперь у нас bottom меню. Вот это есть. А есть нам нужно создать топ меню. Правая кнопка мыши на меню. New. Menu. Resource. First файл. Назовем топ меню. Все. Создаем меню. И просто давайте, чтобы заново все не вводить, скопируем с bottom меню и все поменяем. К-код. Ctrl-C. И сюда. Если у вас в дизайне находится вкладка, просто код нажимаете. И вот сюда вставляем. И здесь мы... У нас будет не три, а два пункта. Во-первых, это будет User.Item. И будет Setting.Item. То есть настройки, да? Иконку drawable мы назвали иконку User. Все то же самое, что в прошлом уроке. Drawable здесь. Setting. И заголовки. Давайте откроем строку. File.String. И добавим... Давайте еще две строчки, чтобы название загрузить через ресурсы. Вы это уже все знаете. User. И здесь Setting. Большие. User. Setting. Так. Все отлично. Стринг. Закрываем. Закрываем. И здесь... Подключаем наши заголовки. User. И здесь заголовок. Setting. Так. Все. С меню мы все закончили. Закрываем менюшки. Они нам не нужны. И теперь то, что я говорил про линейный макет. Нам нужно будет сделать следующее. Я вам сейчас открою пример. Видите, все начинал. У нас вот layout. Вот пример моего макета, да? Итак. Смотрите, что мы будем сейчас делать с вами. Нам нужно... У нас есть constraint layout. В котором мы положили фрагмент и наш bottom navigations. Теперь нам нужно внутрь этого constraint layout положить линейный макет, чтобы дробно поделить, получается, фрагмент, в котором основной контент и верхний аббар. Ну, смотрите. Мы сюда спускаемся внутрь constraint layout и должны с вами создать liner layout. Вот liner layout.com.pate. Смотрите. Значит, ширина во весь экран по родителю. Высота также во весь экран по всему constraint layout. А constraint layout по всему экрану сделан. А liner layout мы делаем по всему constraint layout. То есть, грубо говоря, на весь экран. Теперь нужно ориентацию задать. То есть, как мы будем располагать элементы внутри этого liner layout, мы будем располагать их по вертикали сверху вниз. Для этого есть атрибут orientations. Вот. И выбираем вертикал. И ставим вот такой закрывающийся тег первого открывающегося тега. И сразу нам создается закрывающийся тег. Мы его вниз спускаем. Теперь вам нужно сюда вставить код для создания bar layout. У нас будет этот код под видео. Я сюда внутрь liner layout и вставляю. Теперь будем разбираться, что здесь и как. Смотрите. Вот этот actions bar верхний, он должен быть всегда внутри координатора layout, а так же, как и нижний. Мы даем ему ID-шник, sections, top bar. Мы его располагаем в ширине его вес полностью по родителю и по высоте полностью по родителю. И высоту задаем, запомните вот эту цифру, задаем 13,1. Это вес. Это не высота, это вес, про который я вам говорил. Он будет занимать вес 13,1. Далее, внутри этого координатор layout, секции, уже находится сам виджет upbar layout. Он по ширине в матч по родителю, весь экран. И по высоте, по контенту, столько, сколько он занимает. Внутри upbar layout находится material toolbar. Material toolbar это уже все наполнение. Мы также даем ему ID-шник. Располагаем по ширине, полностью во всю ширину upbar layout. А по высоте мы даем размер, как actions bar size. Об этом вы знаете уже с прошлого урока. Фон мы должны задать ему черный. То есть, здесь у нас черный цвет, color primary. Вот он. И очень важно теперь заголовок. Заголовок, который будет у нас в upbarе. Мы назовем наше приложение Mr.John. Для этого в строке заходим в string снова. Давайте скопируем. И здесь так. Brand. А вот здесь, то есть, здесь делаем бренд. То есть, будем... Признак ставим как бренд. По нему будем связываться. А сам контент сделаем вот такой. Mr.John. Вот так вот. Теперь возвращаемся в нашу разметку. И в качестве заголовка сюда подключаем через строки бренд. Бренд. И теперь меню. Мы должны подключить сюда меню, которое будет у нас отображаться. Давайте скроем это все. Вот так вот. У нас будет меню, топ-меню, которое мы создали. Вот мы его подключили. И вот Navigations Icon. Это вот это будет иконка навигационного меню. Вот гамбургер, да, который мы загрузили с вами. Которое будет впоследствии при клике по ней, будет выезжать на основное наше меню. Driveable меню, которое мы... Которое мы узнаем на следующем уроке, да. И вот такой вот стайл вы должны вставить. Стиль. Обязательно, чтобы все это начало работать, стиль нужно вставить. Далее мы закрываем. Ну, естественно, закрывается Material Toolbar. Вот он. Закрывается A-Bar Layout. Потом мы устанавливаем вот такую прослойку. Запомните, тут всегда будет такой код. И закрываем эту прослойку. И закрываем координатор Layout, который будет себе содержать вот весь этот A-Bar Layout. Дальше. Теперь нужно поработать с Frame Layout. Потому что Frame Layout должен быть внутри линейного макета. Мы копируем Frame Layout. Здесь его удаляем. И переносим внутрь Liner Layout. И мы должны добавить ему вес. Weight. Единичка. Отлично. Координатор Layout вместе с ботом Navigations нам не нужно в линейной макете размещать. Потому что он все равно будет перекрывать контент. Поэтому не имеет смысла его там размещать. Все отлично. Теперь нам нужно установить функционал для нашего топа-бара. Нам нужно вставить следующий код. Вы его возьмете также под видео. Сейчас я его вставлю и все вам расскажу. Ну давайте сразу вот все-таки вот этот ботом Navigation вниз спустим метод. Чтобы разделить. Так. И тут тоже вниз мы спустим. Чтобы не мешалось. И внутри метода onCreate, который наполняет наш activity контентом, мы вставляем следующий код. То есть мы обращаемся к бандингу. Через бандинг к топа-бару по аидишнику. Так как. Сейчас я переключусь. Смотрите. Материал топа-бар. То есть мы подключаемся к этому материал тол-бару. И у него аидишник топа-бар. К этому мы привязываемся. Дальше мы должны с вами обратиться и сказать, что мы будем обратимся и что мы будем обрабатывать клики по нашему меню. И вот как вы помните, у нас пункт первого меню был по-моему user. Мы связываемся по аидишнику с ним user. Ну, меню уже знакомы, поэтому я думаю, вам не будет проблем с этим абсолютно. И опять же, с условным оператором when вы тоже уже знакомы, поэтому вы понимаете, что мы подключаемся к каждому пункту навигационного меню. Setting item. И вот дальше внутри этого мы должны с вами прописать. Ну, давайте также будем загружать фрагмент. В принципе, вот возьмем какую-то информацию во фрагмент. Для этого давайте создадим еще два фрагмента. User и Setting. Давайте фрагмент. Blank. User. Finish. Прямо напишем с вами User. Ну, для того, чтобы мы видеть, что мы все-таки получаем что-то. Да. И следующий фрагмент. Setting. Фрагмент. Blank. Setting. Фрагмент под DataBinding. Подстраивайте. Setting. Отлично. И теперь в самом MainActivity сейчас копируем вот этот код от загрузки конкретного контента в наш фрагмент, который посередине. И мы будем делать так следующим образом. Сюда вставляем. При клике по UserItem мы во фрагмент, у которого вот этот айтишник, подключаем фрагмент User. Да. Отлично. А сюда мы подключим фрагмент Setting. Все отлично. Итак, я тут кое-что заметил. Давайте в стиле зайдем. Мы неправильный стиль подключили. Tame. У нас не просто AppCompay должен быть силь. А мы используем же Material Design, поэтому должно быть Material Component Light, но Actions Bar. Вот он, первый стиль. Его подключаем. Этот сверху. Все мы удаляем лишнее. Все отлично. Теперь можно собрать наш проект. Итак, давайте я нахожу вот он, вот M-A-Bar мой. Загружаем. Видите, снизу наша старая знакомая, B-A-Navigation. Сверху наш Top-A-Bar менюшка, которая будет выезжать. Мы настроим это на следующем уроке. На следующем блоке Mr.John, название приложения. И вот две иконочки. У нас User и Setting. По User кликаем и подключается фрагмент User. По Setting то же самое. Тут же вы можете поставить и загрузка нового Activity через паттерн Android Architecture Component. Подгрузку можете поставить. То есть вы можете даже Android Architecture Component построить под эти панельки. Но выбирайте сами, как вам удобнее. Мое дело рассказать вам о всех возможностях.